Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в сегодняшнем видео хочу поговорить про еще один интересный гамбит в шахматах, а именно гамбит Фаяровича. Он является отдельной и по сути самостоятельной веткой в Будапештском гамбите, который к слову применяется довольно нередко на уровне даже гроссмейстеров. Ну естественно мы говорим опять же про быстрые шахматы и блиц, ну в частности допустим Баадурджа Бава его временами применяет, ну и другие гроссмейстеры тоже играют в Будапештский гамбит. Итак Будапештский гамбит возникает из ферзи у гамбита после d4, только здесь конечно черные играют не d5, а конь f6, правда, ну и теперь после c4 у черных есть масса ходов, конечно же g6 является одним из главных ходов, также e6 можно предложить за черных, если мы хотим играть более спокойные линии, но можно сыграть e5, то есть по сути это уже стартовая позиция Будапештского гамбита. Ну и далее после d, конечно же основной ход в дебютной теории это ход именно конь g4, ну и там возникают довольно большие и сложные варианты, у белых есть два главных хода, это конь f3 и слоны f4. И черные в будущем практически всегда отыгрывают пешку на e5, но тем не менее у белых есть перевес пространства и фигуры у них стоят все-таки более грамотно, поэтому Будапештский гамбит считается не совсем корректным. Ну то есть в том плане, что он, конечно же, далек от уровня не из-за черных, но черные именно здесь пытаются найти активную фигурную игру, то есть пытаются все-таки не уравнять, а скорее даже сыграть на перехват с помощью данного дебюта. Но есть еще более агрессивный способ разыгрывать Будапештский гамбит, это именно как раз таки гамбит Фаяровича, то есть ход конь e4. В чем идея данного хода? Ну очевидно, что конь на поле e4 стоит более активно, он нападает на пешку f2 и контролирует многие другие поля, в частности поле c3, то есть не так просто белым вывести коня. И также бой c2, конечно, он тоже контролирует, что в ряде вариантов сказывается, но тем не менее минус хода конь e4 очевидный, то что пешка на e5 теперь не под боем, поэтому это уже по сути в чистом виде гамбит, потому что здесь очень часто у белых просто остается лишняя пешка. То есть черные добровольно ее жертвуют. Ну что ж, в этой позиции за белых есть много хороших ходов, в партии они сыграли a3, это нормальное решение и довольно сильный и правильный вариант. Суть в том, что теперь нет хода слон d4 у черных. Ну что ж, черные теперь жертвуют пешку, как раз таки играют d6, но белым в принципе не обязательно эти сбить, есть разные ходы, то есть можно допустим конь f3 сыграть, но ed вполне возможный ход. И таки d6, то есть черные добились определенного прогресса, то есть она жертва пешки, они вывели две свои легкие фигуры, они открыли линию d, и в частности уже сейчас есть тактическая идея, которая, к слову, данной партии была реализована. Ну и добавлю, что подобная идея была реализована в будущем и в других партиях, то есть это партия 1932 года, ну и в дальнейших партиях во многих эта ловушка встречалась, она очень популярная в этом дебюте. Она возникает после хода g3. Ну что ж, здесь скажу вначале, как надо было сыграть правильно, то есть конь d2, один из самых сильных ходов за белых, теперь никакой тактики у черных нет, ну и разные ходы за них можно посоветовать, допустим слон f5, и у черных остается компенсация за пешку, но все-таки опять же пешка есть пешка, поэтому в принципе объективная позиция белых получше. Вот, ну а g3 проигрывает форсировано, здесь следует красивая комбинация, она в целом не очень сложная, это комбинация с жертвой двух фигур, после которой черные за эти две фигуры получают ферзя. Ну что ж, конь f2, здесь сыграли черные, на самом деле белые уже в этой позиции после шести ходов сдались, вот так вот быстро закончилась эта партия, ну сдались почему, потому что если уйти ферзем, тогда очевидно, что просто падает ладья на h1, ну а если же сыграть король f2, что более очевидно, да, что больше напрашивается, то это будет еще хуже, потому что под слон g3 теряется белый ферзь, то есть, например, белые играют на данной позиции hg, и после ферзь d1 у черных ферзь за две девушки фигуры, ну тут даже важно, кроме того, что у черных потеряний перевес, что еще и все белые фигуры стоят на месте, у черных тоже, конечно, кроме ферзя, все фигуры на начальных позициях, но зато эти фигуры быстро выходят в бой, и плюс, опять же, что самое главное в позиции, это положение короля, так вот здесь положение белого короля довольно плохое, ну и, конечно же, здесь позиция объективно у черных просто выигранная, то есть можно, конечно, белыми бороться, но белые сдались еще раньше, после хода конью 2, поэтому в данную ловушку очень важно не попадаться, и вот в этой позиции, которая является одной из ключевых в ламбите Фаяровича, нужно сыграть по-другому, допустим, конь d2 за белых. Ну что ж, мы с вами идем дальше, посмотрим еще одну короткую партию в ламбите Фаяровича, дальше тоже здесь будут интересные события, и так d4, df6, c4, e5, d4, то есть в этой партии белые сыграли уже по-другому, а именно конь f3, ну хороший развивающий ход, почти в любом дебюте белый конь выходит именно на поле f3. Ну что ж, далее последовало конь c6, конь d2, конь c5, конь c5, кстати, отдельно отмечу данный ход, это ход далеко не очевидный для многих, потому что кажется, что, ну логично сыграть просто конь d2, не терять темп на уход коня, но дело все в том, что черные находятся без пешки в данной позиции, и практически всегда в такой ситуации размены будут в пользу того, у кого пешка лишняя, то есть чем меньше фигур, тем проще играть, и в целом стратегия белых это поменяться, перейти в эншпиль и реализовать лишнюю пешку. Поэтому ход конь c5, такой вот внешне довольно странный, он на самом деле позиционно очень грамотный. Ну что ж, конь c5, далее последовало g3, ну и здесь черные решили сразу показать свои агрессивные намерения и сыграли h5. На самом деле черным можно сыграть по-другому, допустим, можно сразу же отдать пешку, ну то есть, по сути, даже не пытаться выиграть пешку e5 и сыграть d6, вынуждая белых фактически бить, иначе они пешку теряют. И здесь очень важно, что убьем не слоном, как, опять же таки кажется, довольно логично, а именно ферзем, потому что теперь у белых нет разумения ферзей, линия d закрыта, закрыта конем, да, и далее план черных это уйти в длинную рокировку и создать давление по вертикали d, ну и в перспективе на королевском планке тоже. То есть та же идея с h5, конечно же, тоже у черных есть. То есть острая сложная позиция возникает, здесь пока, в общем-то, такие тут осложнения в центре, и при случае на фланге, там, ферзем королевском, да, она, лишняя пешка, не так уж и чувствуется. Поэтому d6, я думаю, что ход более оправданный, и по теории тоже он считается одним из самых сильных. Ну, h5, тоже такой чисто блицорский, можно сказать, ход, он вполне имеет право на жизнь. Ну что ж, последовал h5, белые сыграли a3, вполне возможный ход, идея в том, что подготовить b4, именно ферзи 7, как раз таки ход b4 и последовал. Далее черные сыграли конь e5, ну и белые попались в одну из самых типичных, скажем так, идей в Будаперском гамбите, и в частности в гамбите Гаяровича тоже иногда такое бывает, это спертый мат конем при связанной пешке на поле e2, то есть черные, белые, вернее, просто сыграли bc, и после конь d3 получили симпатичный спертый мат конем. Ну, естественно, чтобы податься на мат в один ход белым не нужно было, давайте покажу, что стоило сделать. Все-таки, опять же таки, шахматы не шашки, я это всегда повторяю, но и это очень важно. Не обязательно бить все фигуры, которые нам отдают, можно сыграть просто слон g2, подготавливая в перспективе короткую рокировку, и главное, что теперь мы освобождаем поле f1 для короля. То есть, допустим, если последует шахматы 3, конечно же он теперь не страшен, просто король f1, и у черных подвисает обе фигуры, и проблема черных в том, что в этой позиции они теряют материал. То есть, допустим, на конь c1 очень важно, что белые бьют коня именно на поле c5. Почему важно? Потому что теперь конь c1 остался без ходов, ну и, наверное, максимум, что могут черные выжать из данной позиции, это выиграть пешку на e2, иначе конь потеряется просто бесплатно, но теперь у белых остается лишняя фигура, и, конечно же, большой перевес. Поэтому вывод такой, что конь d3 в данном случае ход нехороший просто, надо играть конь f3, но после конь f3, конь f3, конь e6, лон b2 у белых, по сути, здоровая лишняя пешка, они в будущем могут спокойно идти в рокировку, то есть компенсация черных здесь крайне сомнительная, и по сути ее особо даже и нет. Именно поэтому важно, опять же таки, не зевать мат в один ход, да, смотреть за угрозами соперника, и, соответственно, вот в подобной позиции, да, не бить коня и не попадаться на спертый мат после хода конь d3. Опять же таки, повторюсь, это довольно стандартная идея для удапештского гамбита. Ну что ж, мы с вами идем дальше, давайте разберем третью, последнюю на сегодня партию гамбите Фаяровича, где тоже черные выиграли, специально подбирал партии за черных, скажем так, где именно разобраны основные идеи черных в данном дебюте, если только захотите его играть, чтобы вы могли их применять. Ну что ж, d4, конь f6, c4, e5, d4, конь f3 снова было сыграно, ну и здесь вместо стандартного хода типа конь c6, вполне логично, последовал, так, я перескочил чуть-чуть, да, вот здесь конь c6, главный ход, так вот вместо него последовал ход b6. Ход на самом деле очень рискованный и, скажем так, ну, не совсем его рекомендую, потому что здесь варианты такие, что можно само очень легко запутаться, но тем не менее с помощью таких вот острых вариантов можно запутать и соперника. То есть в чем проблема хода b6? То есть в том, что у белых есть ферзь d5, ответ, и это двойной удар на ладью и на коня. Очевидно, что одним ходом защитить обе фигуры черные не могут, но что не могут, это перейти в контратаку. В этой позиции у черных есть, как ни странно, два хода, это слон b7 и слон b4. Давайте оба хода разберем, начнем с хода слон b4, потому что так не было сыграно. Итак, слон b4, ну и здесь самое сильное за белых, это сыграть слон d2, и тогда после конь t2, конь t6, черные с помощью как раз таки данного шаха на b4 смогли спасти своего коня. То есть теперь у нас белые имеют всего лишь лишнюю пешку, но зато черные вдобавок к этому еще и получили преимущество двух слонов, и у них остается неплохая компенсация за отданную пешку. То есть в принципе вариант вполне интересный, слон b4 как раз таки ход как у меня более сильный. В партии же черные сыграли слон b7, это ход тоже интересный, тоже вполне возможный, но он гораздо более сложный, но с другой стороны опять же за счет этого черные как раз таки и победили. Дело все в том, что здесь после ферзь b7 и конь c6, в общем-то у белых не такая простая позиция, и им нужно было поднять очень неочевидный ход, это конь d4. Конь d4, здесь я набросал очень много вариантов, не буду сильно в них вдаваться, потому что иначе видео наверное сильно затянется, но суть в том, что здесь при правильной игре в общем-то возникают головоломные осложнения, если посмотреть первую линию компьютера, то варианты многие очень-очень трудные, и конечно же найти их за дроской без подготовки почти нереально. Ну вот допустим здесь конь d4 уже трудный был, да, за белых, конь d4 совсем не напрашивается, но идея какая, что если черный играет конь d4, то после ферзи d4 белые в общем-то просто возвращаются ферзером назад, у них остается нижняя фигура и выигранная позиция, то есть в этом идея хода конь d4. Ну конечно же не обязаны в общем-то черные забирать этого коня, и самый сильный ход это стон b4, опять же таки все та же идея. Ну и далее после конь c3 опять вот здесь есть развилка, то есть черные могут сыграть как конь c3, так и рокировкой, как ни странно, рокировка более сильный ход. В случае хода конь c3 очень важный ход за белых это конь c6, то есть важный почему, потому что конь нападает и на ферзя, и на слона, и фактически вынуждает сыграть dc черных, ну тогда после ферзи c6 король f8 просто слон d2, ну и далее допустим коня 2, это максимум что есть у черных, ладья d1, и в этой позиции у белых остается лишняя пешка, у черных король без рокировки, ну и это конечно же явный перевес белых, плюс ко всему конь на а2 конечно же застрял, и в общем-то при неаккуратной игре можно просто его потерять, то есть где-то ход ферзь а4 грозит, ну и также есть другие идеи за белых, то есть лон б4 конечно прямая угроза в данный момент, поэтому здесь позиция у черных очень опасная. Именно поэтому, чтобы всего этого не было, чтобы не было никаких шахов у белых, нужно вместо взятия на c3 сыграть в начале рокировка черным, то есть тоже не напрашивается, хочется сыграть конь c3, но пока черные с этим ходом не спешат. Ну что ж, далее слон d2, и опять же начинаются интересные осложнения, можно пойти конь d2, но еще сильнее пойти конь f2, тоже ход мягко говоря не самый очевидный, но вариант такой, что после короля f2 будет ферзь h4 шах, и после g3 ферзь d4. Тем не менее, после хода слон d3, если мы посчитаем материал, то опять-таки черных по-прежнему нету фигуры, которую они отдали еще довольно давно, то есть ферзь d5 они, конечно, могут сыграть, и да, там пешка за фигурой у них есть, но пешка, конечно же, не компенсирует слона, но не все так просто. Дело в том, что ферзь на b7 у белого застрял, он почти без ходов, и главное, что он не участвует никак в борьбе, и что еще важно, что у белых король очень слабый, опять же, самый главный фактор в положении, это позиция короля, поэтому здесь, конечно же, с королем у белых проблем. Ну и примерно вариант какой-то, основа 4, ферзь c5, e3, размен на поле c3 и g5. То есть, опять же, таких вот g5, тоже не сказал бы, что прям супер очевидный, то есть черные вынуждают белых съесть пешку на поле c7, далее играют ладья e8, допустим, ладья e1, d6, потом идея сыграть ладья e7 и ладья f на e8, я стрелочками показал данный план, то есть, конечно же, все эти ходы найти без помощи компьютера, да еще и за обе стороны, то есть, да, это идеальная игра, как белых, так и черных. Я думаю, что практически невозможно, даже на топ-уровне, на гроссмейстерском я имею в виду, ну вот такие варианты головоломные здесь возможны, то есть, все-таки, я к тому говорю, что данный вариант в целом за черных имеет право на жизнь, но вам нужно хотя бы примерно понимать, что здесь делать, ну и, конечно же, очень хорошо считать тактику, ну и, в частности, в общем-то, уметь атаковать на короля, в принципе, это связано, да, тактика, атака на короля, обычно при атаке на короля тактика используется, ну что ж, такие варианты были возможны при ходе правильном конь d4, но всего этого в партии не было, белые сыграли ферзь a6, казалось бы, что может быть лучше и логичнее, но проблема этого хода в том, что после слона d4 шаг, слон d2 и конь c5, в общем-то, белый ферзь остался просто без ходов, ну и далее еще последовало, ферзь b5, слон d2, конь d2 и a6, то есть, теперь уже совсем точно, можно сказать, ферзь застрял, и последнее поле b5 уже осталось под боем, и, соответственно, здесь максимум, что можно сделать белый, это отдать ферзя за коня, и тогда у черных будет просто ферзь за две легкие фигуры, и, конечно же, опять-таки, выигранная позиция. Поэтому, в принципе, что могу сказать, что ход b6 в гамбите Фаяровича, еще раз покажу этот момент, он тоже заслуживает внимания, потому что мы заманиваем белых на ферзь d5, и ферзь d5, конечно же, очень многие будут играть, особенно те, кто впервые видят данную позицию, потому что могут просто люди подумать, что вы что-то зевнули, но вот после ферзь d5, как видно, и слон b4, и даже слон b7, оба этих хода имеют право на жизнь, возникают очень острые позиции, где можно забутать соперника и довольно быстро выиграть, как здесь вот 10 ходов черные победили. То есть сегодня мы смотрели очень короткие партии, где белые просто не вышли из дебюта. Ну что ж, надеюсь, что вам понравился гамбит Фаяровича, я думаю, что еще сниму хотя бы одно видео про данную тему, потому что очень острые и интересные здесь позиции возникают, и мне тоже было интересно подбирать материал по данной теме, так что тогда всем спасибо за внимание, и до скорых встреч в новых видеороликах.